Самая большая трагедия на свете – это трагедия нереализованности. И есть такие слова удивительные, как предназначение, предопределение, миссия, смысл жизни, цель. Ну и не будем здесь писать судьба. Что-то во всех этих словах есть общее. В слове предназначение есть приставочка «пред», обозначающая, что еще до нашего рождения нам был предначертан некий путь, оптимальный для нас. Если по нему мы пойдем, в таком случае мы достигнем максимальнейшего результата. И когда человек ставит свою цель, он обязательно должен, жизненно важную цель я имею в виду, а не какие-то сиюминутные целишки, он должен обязательно со своим сердцем, со своим разумом советоваться вот на этот предмет. А каково же мое предназначение, какова моя жизненная миссия и ради чего высшего я создан? В чем смысл моей жизни? Я знаю такую формулу смысла жизни. Смысл жизни, можно это себе записать, заключается в том, чтобы найти свой главный талант. Это формула смысла жизни. Найти свой главный талант, заняться доведением его до совершенства, инвестировать в него свое время, свои усилия, инвестировать в него образование, получить от него максимальнейшие моральные и прочие дивиденды, в первую очередь моральные, а во вторую прочие, но они тоже важны, доставить этим талантам радость прежде всего себе, во вторую очередь близким людям, и уже потом только всему остальному человечеству, потому что, как одна девочка сказала, я люблю человечество. А как насчет конкретных людей? Что значит люблю человечество? Когда ты любишь всех, ты не любишь никого. И инвестировать свое время в таланты – это один из способов проявлять к этому миру, к этой жизни свою любовь. И такая вещь, как самореализация, она совершенно невозможна без конкретно поставленных целей. Поэтому я буду цитировать сама себя, дабы в вечернее время сэкономить свои собственные силы. И вот здесь у нас на 13-й страничке в путеводителе по самореализации есть разделение всех людей на три прекрасных типажа. И мы запишем себе эти типажи. Первый тип людей – это люди, у которых, условно говоря, нет желаний. Но это не значит, что они совершенно ничего не хотят. Безусловно, чего-то они все же хотят. Каких-то примитивных вещей. Условно напишем здесь «нет желаний». Можно в скобочках пометить «нет высоких желаний». Второй тип людей – это люди, у которых есть желания. Их мы назовем «люди Ж». Люди желаний. Можно обвести буковку «Ж» в буковку «Омега». Это последняя буква греческого алфавита. И третий тип людей – люди, имеющие цели. Ясные цели. И для красоты схемы укажем, что людей, сформулировавших ясные цели – 1%, тех, у которых есть желания – 9%. И люди, у которых желания отсутствуют напрочь – это 90% или основная масса населения. Итак, самый первый вариант, что нужно сделать, самый первый шаг для того, чтобы добиться чего-то существенного – это сформулировать цели. В этой книге есть классификация целей. Она довольно обширна. Одну только скажу простую вещь. Вот одна моя знакомая буквально в период Нового года потратила 8 часов времени чистого. Она сидела целый день для того, чтобы структурировать свои цели в разных сферах жизни. Чего бы ей хотелось добиться в сфере отношений, в сфере финансов, в сфере работы, в семье, в семейных отношениях, в близких отношениях и в плане внутреннего роста, внутреннего самосовершенствования. Если никто из вас себе годовые планы такого рода не ставит, то в конце года произойдет две вещи. Вы немного состаритесь и купите себе немного еще вещей. Есть – спать – покупать. Есть – спать – покупать. Есть – спать – покупать. Это задача людей, у которых нет жизненных целей. Поэтому можно себе пометить, первый путь к самореализации – это постановка цели. А возникает вопрос, чем цель отличается от желания. Желание всегда размытое неконкретно. Цель отличается конкретностью. Есть принцип, который называется принцип Кило. Кило – это не мое изобретение. В различного рода учебной литературе подобные вещи пишут, и мне очень нравится ясность формулировки. Посмотрите, Кило – аббревиатуру. Очень легко запомнить. Когда мы формулируем цели, они должны быть конкретны. Не просто что-то размытое, а что именно ты хочешь, что именно сделает тебя счастливым. Не может звучать цель, как стать счастливым, потому что нужно конкретизировать, что именно необходимо тебе для того, чтобы стать счастливым. Кому-то, чтобы стать счастливым, необходимо родить детей. Кому-то, чтобы стать счастливым, необходимо их усыновить. Кому-то, чтобы стать счастливым, необходимо повысить свой доход, потому что он не позволяет жить на том уровне, на котором хочется. Кому-то необходимо сменить работу. Что конкретно нужно тебе? Может быть, все-таки ты осознал, что твое предназначение в том, чтобы стать актером, и тебе, пока время не ушло, то срочно нужно покидать тот вуз, в котором ты находишься и изучаешь пока что, может быть, физику и химию. Что именно я хочу? Измеримость. Речь идет о ресурсах. Что мне понадобится и сколько чего нужно для того, чтобы достичь того или иного. Не просто большую квартиру, а сколько квадратных метров. Не просто много денег, а какого уровня доход ты хочешь иметь в месяц и как конкретно к этому подойти. Если вы не будете мыслить категориями метров, цифр, конкретики, то вы будете постоянно иметь вместо цели размытые мыльные пузыри. Локализованность в пространстве. Локализованность в пространстве. Ответ на вопрос, где это должно происходить. Не просто поехать за границу, за граница-то очень большая, или не просто в Германию на стажировку, а куда именно, в какой вуз, в какую страну, в какой город, по какому маршруту. Определенность во времени. Это еще один очень важный параметр. Если вы не отвечаете себе на вопрос, когда, то это не произойдет никогда. Нужно четко планировать, что, скажем, квартиру вы покупаете этим летом, что предложение вы делаете своей девушке в следующем месяце, что ребенка зачинать вы будете весной. В любом случае, должен быть ответ на вопрос, когда. Когда же я, наконец, уволюсь с этой ненавистной работы? Когда же мы, наконец, встретимся в какой день недели, в какое время, в каком месте? Очень редкий человек задает себе вопрос, кто я в 30, кто я в 35, кто я в 40, кто я в 45, кто я в 50. Людям реально страшно думать на эту тему. Если вы сейчас, находясь в 35-летнем возрасте, не ставите себе задач ни на ближайший год, ни на, скажем, 40-летний рубеж, вы не понимаете, сколько вы хотите зарабатывать, на какой позиции находиться, кто ваши друзья и знакомые, каким образом меняется круг вашего ближайшего окружения, или он остается тем же самым, какие творческие плоды вы хотите принести к концу этого года, то по финалу пройдет эти 5 лет и произойдет то же самое. Есть, спать, покупать, состариться еще на 5 лет, провести 5 лет еще на этой бесперспективной работе, потерять зрение, потерять здоровье, стать чуть более, может быть, высоко квалифицированным профессионалом, которому, как мы уже поняли, вручат на пенсии часы и большое человеческое спасибо, если еще вручат. Но ничего не поменяется. Ответственность, запишем себе это слово, ответственность за свою жизнь, ответственность за свое счастье, ответственность за свое положение в этом мире, каждый из вас должен взять на себя, вы не должны считать, что ответственность за ваше благополучие возложена на фирму, на семью, на жену, на мужа, на детей, что если они вас не обеспечили, значит, вы, соответственно, не виноваты в том, что все плохо в вашей жизни. Если начальник не предоставил вам возможности продвигаться по службе, то он виноват. Нет, вы виноваты. Нужно либо сменить начальника, либо сменить работу, либо самому целиком и полностью измениться. Но в любом случае, если вы не берете ответственность на себя, все бесперспективно. Если у вас не складываются отношения, бесполезно винить жизнь в том, что она не дала вам хорошей внешности, каких-то особых талантов. Занимайся внешностью, занимайся своим здоровьем, развивай свои таланты, развивай свои умения, свои навыки, свои способности. Возьми ответственность на себя. Поставь личную цель, поставь себе какие-то личные рубежи, что именно ты можешь сделать. Если не складываются общения, можно всегда кого-то в этом обвинять. Виноват другой человек. Меня не признают, меня не принимают. И гораздо сложнее, разобравшись в себе, сказать, у меня нетерпимый характер, я сквернословлю, я выхожу из себя, я кричу, я топаю ногами, я срываюсь на людей. Я недружелюбен, я жаден, я мелочен. Мне реально жалко заплатить за себя и за друга в ресторане. Мне жалко сделать красивый подарок и вложить в это деньги. Я не хочу платить за такси, дойдет пешком. Я неприятный, скверный, противный человек. Это гораздо сложнее сказать, чем сказать, я супер, а все вокруг виноваты. Если вы хотите изменить свое общение, если вы хотите, чтобы вас любили люди, чтобы вы нравились людям, нужно менять нечто в себе и писать себе конкретные планы по изгнанию внутреннего гаденыша из себя. У каждого человека есть внутренний гаденыш и есть внутренний засранец. У кого-то гаденыш-сплетник, у кого-то гаденыш-завистник, у кого-то гаденыш-обжора, у кого-то тунеядец-лентяй, у кого-то просто злодей откровенный. И нужно внутреннее мужество, чтобы признаться самому себе, кто же во мне мешает мне жить, классифицировать эти понятия и создать конкретный план по устранению этого засранца. Потому что жизнь очень коротка, и у нас нет времени жить и тухлить. Мы должны жить полнокровно, мы должны жить и дышать полной грудью, мы должны работать над своими пороками, мы должны признаваться себе в каких-то своих упущениях. Это очень важно. Дальновидность – это вообще внутреннее зрение, внутреннее око. И есть такая вещь, как видение. Не видение, а видение. Очень многие люди давно догадались, что мысль материальна, что все то, что я начинаю видеть внутри, и то, о чем я начинаю думать, чего я начинаю желать, оно так или иначе имеет тенденцию материализоваться вроде бы само собой. Не без усилий моих, конечно же, но каким-то странным, чудесным образом. И наша задача – включить это внутреннее видение, сосредоточив его не просто на каких-то медитативных образах, а сосредоточить свое мышление и свое мировосприятие на действиях. Если вы хотите хорошую атмосферу в квартире, нужно не представлять ее, медитируя на нее, а нужно представлять, как вы делаете ремонт, как вы выбираете обои, как вы белите потолок, как вы идете в магазин, выбираете строительные материалы и создаете дизайнерский план. Давайте запишем себе, что медитировать нужно на действия и совершать эти действия, потому что есть люди, которые все знают, это буковка «З», они все «З», но не «Д», не действуют, поэтому в их жизни наступает большая проблема под названием «Ж». Все люди, которые знают, как надо, это «З», но не действуют. Из пункта «З», они не идут в пункт «Д», поэтому оказываются в пункте «Ж». Мы очень много читаем книг, мы очень просвещенные, очень развитые. В России каждый второй человек пишет стихи, каждый пятый играет на гитаре, каждый шестой прекрасно танцует. Мы рисуем полотна, мы говорим о своих талантах, но при этом так скверно живем. Почему? Потому что мы знаем, как надо, в той, в той, в той сфере действия, да, но мы просто не делаем. И очень хочется, чтобы мы не были теоретиками марксизма-ленинизма, а мы были все-таки практиками. И трудящиеся, это как элемент тренинга, могут себе записать, что качество моей жизни — это качество вопросов, которые я задаю сама себе, или я задаю сам себе. Вопрос к Антону. Расскажите, зачем пришли? Где учитесь, что чувствуете, что думаете? Начните рассказывать, я буду перебивать и задавать вопросы. Да, хорошо. Меня зовут Антон, я сейчас заканчиваю университет телекоммуникации, мы в Гриевиче, специальность у меня в связи с общественностью. Пришел к вам, хочу найти себя, понять, потому что, закончив университет, получая образование, надо, если я все равно не понял, что мне надо в жизни. То есть, и хотел, чтобы вы меня направили, задали вектор вам, чтобы... Ну, задать вектор себе только сам человек может. Антон, как вам кажется, к 30 годам идеальное ваше состояние жизни? Что у вас? Опишите, просто как картинку. Ваша семья, ваши друзья, ваши финансы, ваше положение в обществе, чего вы добились, и что вы ощущаете? Расскажите. Вот включите эту картинку, вы ее видите вообще? 30 лет, да, конечно, это семья уже, состоявшаяся семья, считаю, должна быть по финансам. Чем ваша супруга занимается? Я думаю... Она сидит дома, или она работает, или в принципе вам все равно? Нет, ни в коем случае не все равно. А какой идеальный вариант? Вот нет такого, хорошо или плохо, что лучше, чтобы она дома сидела, или пусть делает то, что хочет? Очень сложный вопрос. Если быть честным, перед собой, прежде всего. Ну, согласитесь, это прикольно, да? Когда женщина сидит дома, ждет тебя дома с пирогами, она занимается только тобой, ходит по салонам. Хотите такую женщину? Вы понимаете, я думаю, что женщина, она потратит свою жизнь на меня. Если это будет ее сверхзадача, или ее целью жизни, то хорошо. На самом деле, найти такую женщину, которая будет тратить всю жизнь на меня, я считаю, что это... Довольно сложная задача. Но я ведь не спрашиваю, верите ли вы в то, что можно найти такую женщину. Я спрашиваю, нужна ли вам женщина, которая посвятит свою жизнь вам? Или вы хотите иметь рядом с собой, скажем, состоявшуюся личность, интересную для общения? Или это не важно? Нет. Вот эти пункты, которые очень важны. Если она работает дома, не работает дома... Развивается у плиты, сам. Да, если она развивается только у плиты, развивается только, скажем так, какими-то там стирками, мойками и так далее, то... для этого можно нанять персонал. Можно купить машину, но там все это понятно. Дело в том, что если она не развивается как личность, если нам не о чем поговорить, тут... А как она будет развиваться как личность, если она будет сидеть дома? Значит, мы пришли к тому, что нужна женщина, которая была бы по голову. Вот и трудящиеся себе могут записать, что нет такого, как плохо или хорошо, надо или не надо. Нужно просто честно отвечать самому себе на те вопросы, которые мы себе ставим. Чего хочу я? Чего хочет моя душа? Не общество от меня, ни семья от меня, ни коллектив от меня, ни мама, папа, муж, жена, дети. Чего хочу я? И действовать нужно в соответствии с разумным, с доводами разумного эгоизма. Чего хочу я? И находить людей, у которых с вами совпадает определенное видение. Ну, а что вы представляете из себя как личность к 30 годам? Что вы создали? Руководитель компании. Я не буду спрашивать, сколько человек, какой доход, чем занимается эта компания? Допустим, это будет управляющая компания. Управляющая компания, которая управляет чем? Финансами. Финансами. Хорошо, помимо денежных дивидендов, помимо доходов, какие еще вы видите результаты или плоды своей жизни? Предположим, вы заработали достаточно для того, чтобы жить всю жизнь ни в чем не нуждаясь, содержать нескольких эждивенцев, путешествовать так, как вы хотите. И что помимо денег? Какие ценности помимо денег? Обучать людей. Чему? Зарабатывать деньги? Возможно, зарабатывать деньги. То есть, это, знаете, может быть, это может быть преподавание в каких-нибудь университетах, в Финеке. Если брать Санкт-Петербург, это, допустим, взять Финек, чтобы был человек востребованный, чтобы... Так все же, чего вы хотите? Денег или обучать людей? Это я не считаю, что одно другому помешает. Да, поймите, когда, допустим, я человеку, допустим, представим, управляющая компания, да, я все, жизнь налажена, все хорошо, там, нефтяная скважина, как говорится, сейчас очень модно. А какие у вас есть ценности, помимо того, что у вас есть все дома, что у вас есть управляющая компания, финансы, и вы кого-то учите делать то же самое, какие у вас есть еще ценности, помимо этого, извините, вот всего? Сложный вопрос. Представьте, катастрофа, катаклизм, война, наводнение, еще что-то, еще что-то, понятно, что никто из нас не живет на случай катастрофы, но просто вот этот мысленный эксперимент, который отнимает у нас все материальное, все ценное, он должен показать нам, что остается из этого, что мы имеем по финалу, чего вы добьетесь, если у вас забрать все ваши финансовые наработки. Кроме финансов что? Вопрос ясен? Ясен ответ. Два, очень сложно. Наверное, все-таки вносить на эти, это будет очень абстрактно, но что-то связанное с добром, со справедливостью. Вот так, смотрите, что касается денег, все конкретно, что касается остального, добро, справедливость, некое такое что-то, и мы еще раз себе запишем, что нужно задавать себе, своей душе, своему сердцу, своему разуму вполне конкретные вопросы, а зачем я живу в конце концов. Большое спасибо, Антон, похлопаем Антону. Итак, следующий человек, с которым я разговариваю, это Соня. А, Сонечка, сколько тебе лет? 18. Значит, задача такая, я задаю вопросы, ты отвечаешь на них честно, по возможности, что ты думаешь, что ты чувствуешь. Как тебе кажется, в чем смысл жизни? Мне кажется, что смысл жизни в том, чтобы сделать окружающий мир немножко добрее и светлее. Так, есть такой интересный анекдот, тут человек молится Богу, говорит, Господи, помоги мне изменить мир. Тишина, проходит 10 лет, он говорит, я понял, помоги мне повлиять хотя бы на ближайшее окружение. Молился еще 10 лет, тишина, и он говорит, я понял, Господи, помоги мне изменить себя. Слишком поздно, так вот, все-таки, если больше говорить о себе, то чего бы вам хотелось от себя в этом плане? Мне бы хотелось посредством, наверное, своего творчества объяснить людям многие свои мысли, которые я ношу в себе. А может быть, о смысле жизни, о том, как я вижу любовь, дружбу и такие вот вещи человеческие. И можно себе записать, все могут записать, что в таких вещах, как общение, любовь, взаимоотношения, есть отдельная ценность человеческой жизни. Отдельная ценность. Точно так же, как в работе, вот сейчас очень модно говорить про пассивный доход, когда ты сидишь, ничего не делаешь, а бабки с неба так и падают, так и падают, пирогами небесными. Люди забывают, что в работе, как таковой, есть отдельная ценность, когда человек чувствует себя важным, нужным, значимым, востребованным и незаменимым. Я знаю массу людей, у которых есть пассивный доход, и тем не менее, они начинают искать себе другое, какое-то более востребованное применение, потому что хотят быть нужными. И вот у Сони как раз очень развита эта черта обмен эмоциями, переживаниями, чувствами с этим миром. Правильно я понимаю? Я надеюсь на это. Соня, насколько для вас важны деньги? Деньги, я считаю, что очень важны, потому что они, конечно, очень многое решают в этом мире. Но для меня, вот когда стоял выбор вопроса профессии, я все-таки прекрасно понимаю, что юрист, ну по-любому, получил образование, работаешь, и какую-то сумму получаешь в месяц. А если ты режиссер, то, ну если ты что-то можешь, тогда тебе что-нибудь заплатят. И то не факт. А если нет, то, извините, нет. Мы можем записать себе, что высокого вознаграждения достойно только исключительно высокое мастерство. Запишем эту мысль себе. Высокого вознаграждения в любой сфере человеческой деятельности достойно только высокое мастерство. Соня, что является вашими ценностями в жизни? во-первых, наверное, дружба, любовь, доверие, родственные связи однозначно. имеете ли вы какую-то веру в душе? Я считаю, что без веры шага сделать нельзя. Какая вы правильная. А есть что-то в вашей жизни неправильное? Ну да, я тоже, наверное, внутри злая бываю. А в чем проявляется эта злость? Ну, мне не чужда зависть так же, хотя я останавливаю себя внутри и возможно даже иногда сплетничество, но я всегда себя останавливаю. А с этого места, пожалуйста, поподробнее. Вы можете лицом в камере сказать, что вы испытываете такие эмоции, как зависть и сплетничество, или мы останемся так в полоборота? Нет, я могу это сказать, потому что я такой же человек, как и все. Давайте скажем, Соня, двигайтесь ко мне. А что есть созидательного в зависти? Если есть, конечно, с вашей точки зрения. Зависть как творческая ревность, вот если этот момент рассматривать. Конечно, это очень мотивирует, но я считаю, что от зависти все-таки нужно избавляться, потому что ну, можно посмотреть, что у кого-то получается хорошо, и это будет уже мотивацией, а ведь я, наверное, могу и тоже так, даже лучше. Соня, какой ваш главный талант? Мой главный талант? Наверное, этот вопрос я еще себе не ответила. Люди, запишите себе, пожалуйста, что если вы интересуетесь вопросами о предназначении, о бытии своем здесь на Земле, один из первых ответов, которые вы должны для себя получить, какой мой главный талант или группа моих лидирующих талантов, потому что любые способности, в которых вы хоть в чем-то превосходите среднестатистического серого человека, являются вашими дарованиями. Талант нужно приумножать, развивать, всячески усиливать, отшлифовывать. И если вы до сих пор еще не знаете, какой ваш главный талант, вы должны с утра до вечера с ручкой и бумагой в руках думать, в чем мой главный талант, что удается мне лучше всего остального, в чем я преуспел. Соня, подумайте все же, в чем ваш главный талант. Или хотя бы примерно, любые слова, любые понятия, фразы, все, что на эту тему, вот говорите все подряд. Потому что, когда мы проговариваем, мы осознаем. Общение с людьми. Еще. Донесение до них каких-то идей. Прекрасно. Еще. Вера в людей. Еще. Есть ли у вас лидерские способности? Думаю, что да. Еще. Без чего вы не могли бы жить? Вот главный талант, это тот талант, без которого вы бы не хотели жить и не будете чувствовать свою личность состоявшейся. Предположим, вы имеете хорошие спортивные данные, но от них вы можете отказаться. И вы не в состоянии отказаться от своего умения петь. Например. И это будет ваш главный талант. Без чего ты не хотела бы жить, Соня? Я уже на данный момент сейчас понимаю, что я не могу жить без своей сферы, без кино. Ты не можешь жить без кино. Это сфера. Ты не можешь жить без какого своего умения? Без умения общаться с людьми. Еще ближе к кино. Вот между общением с людьми и кино какая должна быть логическая словесная уязка? Что через кино, общаясь с людьми, с ними через экран, даже пусть так. Ты хочешь выражать себя через кино? Да, все правильно. Выражать себя через экран? Это похоже на то, о чем мы говорим? Да. Близко к твоему предназначению? Да. А что именно ты хотела бы выразить через экран? Скажи что-нибудь сейчас, чтобы выразить это через экран, и люди бы этим заразились, воспользовались, захотели бы этого. Скажи что-нибудь через экран. Используй силу своей личности и камеры. Вчера мне пришла такая мысль, я прочитала одну книжку, и пришла идея, что когда идет война, люди столько всего придумывают, изобретают, и все лишь из-за того, чтобы уничтожить друг друга, и самолеты, и другие изобретения, которые мы, в принципе, сейчас используем в обычной жизни, просто в каких-то бытовых целях. Почему люди не стремятся чего-то достичь в обычное мирное время, просто ради блага других? Такая вот идея меня посетила. Почему? И что? А какой выход из этого? Что вы можете предложить? Или скажите какой-то призыв, мысль, идею, что? Я считаю, что люди должны искать свое предназначение и раскрываться каждый по-своему. И делать всю ставку на это, да? Можно ли раскрыться, делав что-то разрушительное? Кстати, одна из разновидностей целей, при классификации целей, вы должны понимать, что цели бывают созидательные и разрушительные. И я хочу всем вам пожелать, чтобы ваши цели, в первую очередь, были созидательными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова